Игорь Николаевич Данилевский В общем-то я буду говорить о вещах весьма тривиальных, как мне кажется, которые в общем-то такими тривиальными вещами по странным стечению обстоятельств не кажутся, очень многим. Я в этом убедился неоднократно, начиная с того, что занимаясь экспертизой научной, несколько раз получал заключение экспертов по различным научным исследованиям. И если автор писал, что объектом его исследования является такой-то комплекс исторических источников, сплошь и рядом они получали ответ, что исторические источники могут быть объектом исследования только в источниковедческом исследовании. Что в какой-то степени логично. Поэтому я всегда вспоминаю, Ольга Юрьевна, как вы когда-то сказали, так уже все работают. Нет, не все. И когда я в качестве темы одного из своих выступлений поставил как раз тему исторической реконструкции, был задан вопрос, который меня слегка удивил сначала, а потом я понял в чем дело. Меня спросили, а что имеется в виду? Потому что, оказывается, значительная часть из тех, кто собирался переходить на этот самый семинар, они думали, что речь идет о реконструкции Бородинского сражения на Бородинском поле. У нас сейчас все эти исторические дела широко распространены. Нет, речь пойдет об исторических реконструкциях в таком сугубо, как бы сказать, функциональном плане. Задаю вопрос присутствующим, что является объектом исторического исследования. Вот вы знаете, я просмотрел много литературы по методике исторического исследования, и меня поразило, что практически везде я вижу одну и ту же картинку. Я приведу пример, это не потому, что это худший пример, наоборот, это одна из лучших книг, которая вышла по методике исторического исследования за последние годы. Это книга Людмила Николаевна Мазур из Екатеринбурга, второе издание, вышла в позапрошлом году. Ну и естественно, я в первую очередь полез смотреть объект исторического исследования. Написано, объектом исторического исследования выступает общество в прошлом. Нормально. Предмет исследования, это те свойства стороны объекта, которые подлежат изучению. Вот обратите внимание, что не дается определение объекта исторического исследования, называется объект. А вот когда речь доходит до предмета исторического исследования, то сначала дается определение, а потом говорит, что предметы могут быть то-то, 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 то-то. Если мы с вами просмотрим практически всю теоретическую литературу, которая у нас есть, и методическую литературу по исследованию, мы с вами нигде не найдем определение объекта исторического исследования. И поэтому, когда, скажем, занимаясь преподавательской работой, после меня в аудиторию пришла очень квалифицированная история, с которой у нас чудесные отношения, она хороший теоретик. И когда она услышала от слушателей, что объектом исторического исследования являются исторические источники, она страшно возмутилась и сказала, да нет, ну кто вам сказал такую ерунду? Что еще раз навело меня на мысль о том, что надо все-таки такие вещи обсуждать и надо как-то расставлять точки над «и». На самом деле, чем мы занимаемся? Единственный объект исторического исследования, как вы знаете, наверное, все, это все-таки вот то, что мы можем подержать в руках, увидеть, да, не знаю, поникать, лизнуть. То есть то, что является объективно вот здесь вот, то, чем мы можем иметь непосредственно дело. У историков плохо, потому что они занимаются изучением прошлого, прошлое нам непосредственно недоступно, поэтому мы имеем дело только с опосредованными какими-то информационными сообщениями об этом самом прошлом, в разных языках закодированным, а потом пытаемся их перевести на наш, ну скажем так условно, мета-язык, да, современной исторической науки. И дальше происходит очень интересная вещь. Просматривая все те же самые учебники, пособия, исследования по методике исторического исследования, я практически нигде не нашел раздела, который был бы посвящен исторической реконструкции. У нас есть эсфемизм различный, который облуждает еще с советских времен, когда, скажем, писали, что изучив исторический источник, историк создает источниковическую модель. И дальше, значит, шло, что он собирает информацию из этих источников, собирают ее. У Людмилы Николаевны Мазур есть так, создание модели исторических данных, раздел называется. Реконструкция. Не историческая реконструкция. Модель исторических данных. И дальше, основная задача получения нового знания на основе преобразования первичной информации. Все это замечательно. Я все-таки думаю, что когда мы начинаем работать, то мы сначала изучаем источники на основе информации, которую мы берем из этих источников, мы создаем как раз историческую реконструкцию. Потом эта историческая реконструкция нами самими по умолчанию гипостазируется, или я не знаю, как это правильно еще назвать. Мы считаем ее уже объективной реальностью, ее-то мы с вами изучаем. И дальше все работы по методике, они посвящены тому, как изучаются вот эти самые социальные процессы, структуры, отношения и так далее. Но в общем-то это сначала мы реконструировали, а потом уже мы по этой реконструкции работаем, делая вид, что это и есть та самая историческая реальность, которую мы имеем дело. И естественно при такой постановке вопроса встает еще одна проблема, и проблема очень серьезная, это насколько качественно мы производим эту историческую реконструкцию, насколько эта историческая реконструкция научна, а она может быть не только научна. Я как раз смеялся, еще раз вспоминал статью старую Леонида Михайловича Баткина о двух способах изучать историю культуры, где он говорил, что у гуманитарных дисциплин есть два полюса. Есть научный полюс и гуманитарный. На научном полюсе накапливаются фактические знания, которые вытесняют незнания, а на гуманитарном накапливается понимание, которое не вытесняет, вернее, непонимание, а порождает новое непонимание. Ну вот у нас с пониманием вроде бы хорошо, тем более, что мы сейчас почти все занимаемся именно пониманием, по большей части, в то время как фактическая сторона, вот эта самая научная составляющая гуманитарного знания, она остается, так сказать, на втором плане. И это порождает массу всяких проблем. Ну вот, рассматривая с разных сторон эту ситуацию, я попытался для себя как-то определить, а как вообще выстраивалась вот эта историческая реконструкция в историографии. Название, я, честно говоря, не помню, Марина Станиславовна, это я придумал такое страшное название или нет? Поручный факт? Да. Поручный факт? А, ну понятно. Значит, мы договоримся, так что первая часть моя, вторая Марина Станиславовна. Поручный факт. Но, но я... А можно я почти вопрос, эту часть преподнесу? Конечно. Но я вот как раз, поскольку такой подзаголовок был дан, я на порочных практиках и решил остановиться. И с ужасом убедился, что порочные практики были, есть и будут есть, судя по всему. Но начнем, наверное, с того, что было время, когда эта историческая реконструкция, в общем-то, представлялась делом довольно простым. Когда можно было достаточно точно пересказать исторический источник, который уже все подтверждено, что это подлинный источник, значит, текст установлен, все. Можно его пересказать, и мы получим тогда объективную картину того, как это было на самом деле. Этим у нас и сейчас занимаются. Но основы были заложены, скажем так, еще начинали закладываться в XVIII веке, но окончательное оформление получили в XIX веке. В качестве примеров, поскольку Марина Станиславовна сказала, что я буду опираться на конкретные примеры, я даю конкретный пример. Я вам сейчас передам. Я не стал рассылать, не стал распечатывать всем, потому что, ну, вы извините, вот такие вот подборки, это ужас просто. Что такое? Одно маленькое событие. Битва на реке Калки. Сергей Михайлович Соловьев описывает его очень подробно. Это самое подробное описание, которое есть в историографии. Все остальные, как правило, опираются на него. Когда пишут какие-то очерки, учебники и так далее. Ну вот я вам передам. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это то, что пишет Сергей Михайлович Соловьев. А это тот текст, на который он опирается. Это воскресенская летопись. Значит, я нашел две авторские ремарки, которые не относятся к делу для связки слов, так сказать. Он просто аккуратно пересказывает воскресенскую летопись. Иногда выбрасывает какой-то материал, который кажется ему не очень нужным, наверное, в этом случае. Он опускает, скажем там, где-то имена князей второстепенных, которые, в общем-то, не играют такой важной роли. Он называет самых старших князей, называет самых младших князей. А дальше он очень точно воспроизводит текст. Практически это перевод. Перевод качественный, перевод литературный. Все очень здорово. Мы сразу видим, как это все было на самом деле. Беда была только в одном. Сергей Михайлович, судя по всему, взял самый подробный текст о битве на Калке, которую он нашел в летописях. Действительно, в воскресенской летописи мы находим самое подробное изложение этого события. Беда была в другом. В сороковые годы XIX века была высказана гипотеза, которая потом подтвердилась, о том, что летописные своды являются сводами. Именно. Что это не просто летопись, которая велась из года в год, а это своды предшествующих текстов. Без того же Фремен попытался расшить эти своды на составляющие, не очень удачно, но, во всяком случае, попытка такая была сделана. И так продолжалось до конца XIX века, когда Алексей Александрович Шахматов, исходя из той практики, которая была уже разработана в библеистике, и в том, что называлась критикой текста, а с 20-х годов в Советском Союзе, и до сих пор у нас называется это текстологией, Шахматов разработал методику, по которой он смог выяснить составляющие, так сказать, существующих сводов и заняться даже таким очень серьезным делом, как реконструкция предшествующих сводов и предшествующих текстов. Как только это стало ясно, стала ясна и еще одна деталь. Сергей Михайлович Соловьев опирается на воскресенскую летопись, которая, в свою очередь, опирается на тексты новгородской первой летописи, лаврентьевской летописи и патчевской летописи. Здесь дело гораздо сложнее. Я вам передаю, но это, извините, 30 страниц текста, да? Посмотрите, это уже очень сложная такая работа по комбинаторике этих текстов, которые сводятся вместе. Их пытаются, значит, как-то свести, установить связи между отдельными элементами событий и дать ясное сквозное изложение, которое потом Соловьев и пересказывает, точнее сказать, переводит из воскресенской летописи. Проблема здесь заключается вот в чем. Эти три текста, и лаврентьевский, и патчевский, и новгородская первая летопись, были составлены в разное время. Скажем, рассказ о битве на Калке в лаврентьевской летописи, и в новгородской первой летописи был составлен после битвы на Калке, но до начала ордынского нашествия. Рассказ в патчевской летописи был составлен после ордынского нашествия. Это три разных текста. Они по-разному освещают это событие. У каждого из авторов свои установки. Каждый из них отображает дело так, как он считал нужным, возможным и, соответственно, из тех информационных каналов получал, говоря нашим языком, сведения, которыми он располагал. Два автора не знали, чем все закончится, один автор уже знал, чем закончится. Когда эти тексты были сведены вместе, мы потеряли очень много из этих самых составляющих. А, собственно говоря, это самые ранние рассказы о битве на Калкине. Естественно, та реконструкция, которую дает нам Сергей Михайлович Соловьев, на самом деле, это реконструкция конца 15-го, начала 16-го века, которую мы находим в сводном тексте уже в воскресенской летописи. Она отражает представление о том, как это могло быть на самом деле человека 16-го века, но никак не исследовательно. То есть, по идее, нам надо было бы сначала провести текстологический анализ, выяснить, на какие тексты опирается воскресенская летопись, найти тексты наиболее ранние, которые наиболее непосредственно нам рассказывают об этом событии, проанализировать каждый из них, сопоставить их и тогда уже только на основе этого анализа выстраивать научно-историческую реконструкцию, иначе ничего хорошего не получается. То есть, практика, которую предложил, условно говоря, Сергей Михайлович Соловьев, она нас сегодня устроить явно не может. Но зато у нас теперь есть очень мощный инструмент в виде текстологии, которая дает нам основания для того, чтобы мы тексты исследовали, выяснили их составляющие, реконструировали предшествующие тексты, нашли те списки, в которых сохранились наиболее ранние тексты, по ним восстановили еще более ранние и так далее. То, что сделал Алексей Александрович Шахматов, восстанавливая начальные этапы древнерусского летописания. Правда, сказав А, надо говорить и Б. Замечательная эта методика, которая используется практически всеми сейчас, она имеет и целый ряд негативных последствий, которые не всегда учитываются. Первый момент, о котором следует сразу говорить, это то, на что обратил внимание Алексей Александрович Шахматов, критикуя работы своего ученика и последователя Михаила Дмитриевича Преселкова. Шахматов ругал Преселкова за то, что Преселков пользовался в своих исследованиях нереальными текстами, которые дошли до нас в тех или иных списках летописных, а реконструкциями Шахматова. Вот это, конечно, очень сильный момент, потому что Алексей Александрович Шахматов, создавая эти реконструкции, очень четко чувствует, что это реконструкция. И он говорит, этими реконструкциями нельзя пользоваться. Ими нельзя пользоваться по одной простой причине. Это мое порождение, которое может быть таким или другим, но на самом деле надо пользоваться подлинными текстами. Как ни парадоксально это звучит, но вообще меня поражает колоссальный разрыв между теоретическими построениями и практикой, которая существует. Я все время вспоминаю старый анекдот, это после 24-го, по-моему, съезда КПСС, когда Леонид Ильич произнес знаменитую фразу о том, что корабль социализма плывет по бурному морю житейскому, рассекая мелкую рябь вражеских измышлений. Вдруг вахтенный матрос обнаруживает, что корабль не двигается с места. Он советуется с капитаном, капитан решает вызвать самого главного теоретика, вызывает товарища Маркса, он спускается, осматривает машинное отделение, возвращается и говорит, вы знаете, товарищ, ничего не могу понять. Машина работает, вроде бы все нормально, в теории все точно, тут надо практика, тут какие-то дела с практикой. Ну, вызвали самого крупного практика Владимира Ильича, значит, пиджачок скинул, рукава засучил, спустился, через два часа вылез, весь примазанный мазутом и говорит, ничего не могу, дорогие товарищи, понять. Машина работает идеально, но почему-то весь пар в свисток уходит. Вот у нас весь теоретический пар выходит в свисток, понимаете, сплошь и рядом, потому что в теории все нормально. Вот читаю теоретические работы, все здорово, все красиво. Как только дохожу до практики, тут же вижу, что разрыв между теорией и практикой колоссальный. Этот колоссальный разрыв, его можно отмечать в разных ипостасях, но, скажем-то, Михаил Дмитриевич Преселков дал совершенно уничтожающую характеристику древнерусскому летописцу, который вообще извращает народные предания, переставляет их местами, выдумывает то, чего не было. Ну, короче говоря, он выполняет политический заказ князя. И с тем большим рвением, чем больше дохода это приносит ему и Черническому стаду, населяющему монастырь, в котором обретается этот самый летописец. Это то, чем писал Алексей Александрович Шахматов и то, что повторил Михаил Дмитриевич Преселков и довел это до абсурда. Правда, у Преселкова есть вывод, который он опубликовал не в своем фундаментальном труде «История русского летописания», а в статье. И вот эту фразу никогда не цитируют. Он написал, что после всего этого ясно, что поезд временных лет — это малонадежный и недостоверный источник, опираясь на который нельзя восстановить историю Древней Руси. После чего все взяли, цитируя Преселкова о том, что летопись такой-такой-такой, берут «Повесть временных лет» и восстанавливают историю Древней Руси. Привлекая дополнительные какие-то материалы, скажем. Что-то из византийских источников, хотя это крохи, по большому счету. Основной историографический нарратив берется из «Повести временных лет». Да, вот совершенно верно, Павел Шаркович. Других-то писателей у меня нет. Да, поэтому не стреляйте в пианиста, он играет так, как может. Ну вот это довольно любопытная такая штука. Значит, что происходит потом? А потом происходит довольно любопытная вещь. Продолжает издаваться, скажем, полное собрание русских летописей. Но все, кто пользовался полным собранием русских летописей, знают, что издаются не списки как таковые, а издается такой текст сводный, в котором даются разночтения. Причем далеко не всегда, скажем, если вы читаете лаврентьевскую летопись, это будет именно лаврентьевский список. Скажем, там большой кусок будет вставлен из радивилловской летописи. И тот, кто невнимательно читает все сносочки, а их там энное количество, до сотни на каждую страницу, не обратит внимания, что он читает уже не лаврентьевский список, а радивилловский список. А потом опять продолжает читать лаврентьевский список, а это слово взято вообще из троицкой летописи. Понимаете? Но это уже наводит на определенные размышления, потому что тут ситуация довольно сложная. С одной стороны, мы имеем дело с контаминированными текстами, а не с исходными текстами. С другой стороны, это так по умолчанию дает толчок к тому, чтобы реконструкции, которые создают уже отдельные специалисты, они сплошь и рядом и самими этими специалистами, и теми, кто читает их публикации, принимаются за чистую монету. Я, например, не видел ни единого исследования, где упоминался бы сюжет из повести временных лет о том, как Олег приказал исшить своим кораблям паруса крапиньные и поволочитые, крапиньные для словен и поволочитые для Руси. Нигде не прочитал фразу в первоначальном виде. Когда разорвал эти паруса ветер, следует фраза «И раздра, а ветр, и рикоша словени, не даны суть словенам, пре поволочиты, имемся своими толстинами». Так звучит этот текст, да? Везде. Ни в одном списке летописи такого текста нет. Ни в одном. Это реконструкция Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он дает очень скромную ссылку в академическом раздании в лет памятниках «Повести временных лет», которую нас очень часто цитируют в качестве источника, что такую поправку он сделал из соображения здравого смысла. По смыслу. Иначе текст непонятен. Везде написано «не даны суть словенам, прекрапиньные, имемся своими толстинами». Это точно укладывается, так сказать, в ту интерпретацию, в тот перевод текста, который обычно дается, и без этого текст непонятен. Ну, смысл, я понимаю, что тут далеко не все занимались повестью временных лет. Значит, в двух словах речь идет вот о чем. Обычно говорится, что в данном случае летописец хотел показать, как различаются Словени и Русь. «Для Руси паруса шьются из драгоценной шелковой ткани, Павла Кабо испестрена многими шелкой», как написано у Данила Заточника. А для Словен паруса сшили крапиньные. И, скажем, Львов, который пишет солидную монографию «Лексика повести временных лет», поясняет, речь идет о крапивных парусах, то есть сшитых из крапивной ткани. Крапива действительно использовалась в качестве технического сырья. Но крапивная ткань – это дерюга. Вот зачем надо было так наказывать Словен, непонятно. Да, одно понимание рождает новое непонимание, вспоминаю Баткина. Еще один вопрос. Ветер разорвал и те, и другие паруса. Почему вдруг с таким сожалением, значит, Словене сказали, что, ну вот, не даны нам паруса из дерюги, будем обходиться своей парусиной. Смысл абсолютно теряется. Другой вопрос, что есть и другой перевод слова «крапиньные» от каприны. Шелковые парусы. Тогда правда исчезает это самое жесткое разделение Словен и Руси на привилегированную часть и непривилегированную часть войска. И тогда возникает вопрос, как понимать этот текст? Зачем он написан? Дмитрию Сергеевичу Лихачеву это явно было непонятно. И он спокойно заменил слово «крапиньные», словом «поволочитые». И так это дело и пошло у нас. Я еще раз повторяю, я не видел ни одного исследования, в котором был бы процитирован исходный текст летописи. Все дают реконструированный текст и попадают в ловушку к этому реконструированному тексту. Короче говоря, мы с вами сплошь и рядом пользуемся текстами, которые сами являются историческими реконструкциями. Историческая реконструкция у нас кладется в основу реконструкции, текстологическая реконструкция в основу реконструкции исторической. Результат, который мы получаем, это всегда результат под вопросом. Наверное, один из самых ярких примеров такого рода, это работы Дмитрия Бориса Александровича Рыбакова. Я не буду объяснить, кто это такой. Я упоминаю его имя не для того, чтобы сказать, что он мне очень не нравится. Наоборот, я читаю с невероятным интересом его книги. Это, конечно, здорово все написано, очень увлекательное чтение. Но меня интересует, так сказать, кухня. Кухня Бориса Александровича Рыбакова, который позволял себе писать то, что мы себе часто не позволяем делать по одной простой причине. Когда я начинаю писать какой-то текст, я сразу думаю, что скажет Владимир Андреевич Кучкин по этому поводу. И понимаю, что ничего хорошего он мне по этому поводу не скажет. Борис Александрович не оглядывался на всяких своих коллег. Он стоял вне критики, поэтому он позволял себе писать все, что приходило в голову. Это наши с вами фантазии, это наше с вами построение, которое он, в общем-то, не очень старался иногда и подкрепить чем-то. При этом он был очень честным человеком. Он честно показывал, что он делает и как. Но читатели его, увлеченные самим текстом Бориса Александровича Рыбакова, сплошь и рядом этого не замечали. Я мог бы привести два таких шикарных совершенно примера, это просто любимые примеры исторических реконструкций, которые основываются сначала на реконструкции текста, а потом из этого текста дается реконструкция всяких событий и биографии конкретных личностей. Меня очень волнует биография двух личностей. Они мне очень нравятся, потому что это здорово просто сделано. Это биография Кузьмища Киянина, который шесть раз упоминается всего в Ипатьевском списке в сказании об убиении Андрея Боголюбского. И на основе этих шести упоминаний выстраивается вся биография этого человека. И второе, это, конечно, Петр Бориславич, автор слова о полку Игореве. Это гениальная совершенно работа, потому что Петр Бориславич упоминается всего два раза. Тоже в упательской летописи, да, один раз он напоминается как предводитель делегации, которая была отправлена в Ярославово-осмомыслу, и второй раз он напоминается так довольно глухо, как они вместе с братом у кого-то увели коней. На основе этих двух упоминаний дается реконструкция биографии Петра Бориславича, который, оказывается, был боярином, киевским тысицким, хранителем княжеской печати. Он вел протоколы допросов пленных, он вел дневники военных походов, в свободное от основной работы время он пел в хоре вместе с Андреем Боголюбским. Ну что вы смеетесь? Я просто собрал вместе то, что написал Борис Александрович на разных страницах о нем. Значит, он, вы не смеетесь, это рано еще смеяться. Он, кроме всего прочего, пишет летопись. Поскольку летопись просто так ему неинтересно делать, значит, он еще делает к ней иллюстрации, которые были положены в основу иллюстрации Разивиловской летописи XII века. Он еще классный историк, а когда ему совсем нечего делать, он написал слово полку Игорева. То есть такой Томас Мор, Микеланджело Буонаротти и Борис Александрович Рыбаков в одном флаконе. Я когда собрал все вместе, один из моих друзей историков, прочитав этот список послужной, он сказал, ты только это никому не показывай, это неудобно как-то. Я говорю, ну как, но человеку было удобно написать это все в солидной монографии, которая вышла, все здорово. Это плод его 30 лет работы, между прочим. Но меня интересует не столько, значит, эта биография, хотя восстановление ее само по себе это потрясающее совершенно занятие, потому что можно смотреть, на чем это все основывается, да, как выстраиваются все эти невероятные совершенно вещи, скажем, из того, что он украл коней, явно следует то, что он пел вместе с Андреем Боголюбским в церковном хоре, или писал слово о полку Игоря. Меня заинтересовала другая сторона. Реконструкция, которая была положена в основу. Надо сказать, что эта реконструкция, она очень подробно расписана, потому что две монографии под 30 печатных листов, и потом завершающая монография, это еще, значит, под 30 листов. Колоссальный совершенно труд, который дает нам возможность полностью проследить, как мы работаем с источниками, потому что это не один Борис Александрович Рыбаков. Понимаете, там многие так работают, если не сказать подавляющее большинство. Связано это еще, кроме всего прочего, и с тем, что, как я сказал, Борис Александрович Рыбаков оказался вне зоны критики, а мы с вами работаем все-таки вот, извините за такое выражение, в той корпорации, где действует норма обычного права. Если его никто не ругал за такие вот приемы, их может использовать любой. Я помню, как в историко-архивном институте как-то на кафедре источниковедения и вспомогательной дисциплины обсуждалась одна диссертация, автор которой на 86 страницах доказывал, что Иван Калита для того, чтобы развестись со своей супругой, учредил женский монастырь, который потом стал смешанным монастырем, а потом мужским монастырем. Это все основывалось на одной фразе о том, что Иван Калита учредил монастырь и насилил его чернецами. Значит, после того, как я прочитал все 86 страниц, я сказал, что вы знаете, это замечательная совершенно. Блестящая эрудиция, потрясающая логика, единственное, что убивает. Единственная фраза, на которой это основывается, говорит о том, что насилил чернецами, а не черницами. И все, вся эта логика сразу летит. Понимаете, это, в общем, такой печальный ход. Но мы с такими ходами встречаемся очень часто, хотя их сплошь и рядом не замечаем. Так вот, чуть-чуть подробнее о том, что делает Борис Александрович Рыбаков. Он идет по пути, которую предложил Шахматов. Он реконструирует первоначальный вид текста, с которым он работает, а точнее сказать, текстов, а потом на основе этой реконструкции начинает уже свои конкретные исторические построения. При этом любопытно, что в последней работе, посвященной «Слово о полку Игореве», которое тоже замечательное название, Петр Бориславович, поиск автора «Слово о полку Игореве». Я всегда, когда читаю такие названия, думаю, ну вот класс, это как старая шутка. Вася, как тебя зовут? Будем сейчас искать автора «Слово о полку Игореве», имя которого называется «В самом начале». Борис Александрович с горечью пишет о том, что, к сожалению, первые две монографии не получили никаких рецензий, за исключением двух. Это буквально микро-рецензии, написанные Олегом Викторовичем Твороговым и Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. И дальше идет цитата. Творогов пишет, главной особенностью этих исследований Бориса Александровича Рыбакова является то, что впервые «Слово о полку Игореве» основывается на реальных текстах. Двоеточие, кавычки открываются, и дальше идет цитата из Бориса Александровича Рыбакова. «Я впервые основываю свое исследование на подлинных текстах». Все, кавычки закрываются, один абзац. Следом за ним, значит, Олегачев пишет, как пишет Творогов, и дальше еще раз это цитаты. То есть замечательные такие вещи происходят. Это тоже довольно забавно. Но вот лучшие текстологи считали, судя по всему, что эта работа основывается на реальных текстах. Вот давайте посмотрим, что это за реальные тексты. Значит, в основе этих исследований лежит гипотеза, как говорит сам Борис Александрович Рыбаков, двоединная гипотеза. Первая часть ее заключается в том, что автор слова о полку Игореве был одновременно и летописцем. Вторая часть — автор слова о полку Игореве и летописец — это Петр Борисович. Понятно, да? Значит, при этом Борис Александрович дважды повторяет один и тот же абзац, как такая автоцитата. Это страница 270-я, 282-я страница, то есть через 12 страниц, в том же самом Петре Борисович. Он пишет, нельзя доказать непреложно, что слово о полку Игореве и летопись Мстиславового племени действительно написаны одним человеком. Нельзя доказать. Еще труднее подтвердить то, что этим лицом был именно киевский тыческий Петр Борисович. Здесь мы, вероятно, навсегда останемся в области гипотез. Все. То есть он очень честно пишет о том, что то, что он создает — это гипотеза, которая никогда не будет подтверждена. Истоки основной гипотезы Рыбакова. Они уходят еще в XIX век, когда было высказано два предположения. Это предположение Хрущева, что летописная статья 1153 года, где упоминается Петр Борисович, представляет собой отрывок из мемуара самого участника посольства Петра Борисовича. Вторая гипотеза принадлежит Бестужеву Рюмину. Бестужев Рюмин считал, что в Ипатьевскую летопись было включено подробное сказание об Изяславе Мстиславиче с 1146 года приблизительно до 70-х годов XII века. То есть туда попадает кусок этого самого мемуара. Следовательно, весь этот кусок написан одним и тем же человеком. Там, правда, есть еще одна гипотеза, о которой сам Борис Александрович ничего не говорит, но она, так сказать, по умолчанию предполагается это ясно всякому нормальному человеку. Слово о полку Игореве написано непосредственно сразу после похода 1185 года. Это никак не обсуждается, это никак не доказывается, это берется в качестве аксиома. Значит, дальше смотрим, что делается. Очень любопытные тоже цитаты. Значит, хорошие цитаты. Достаточно оторвать слово от породившей его эпохи, как окажется возможным переместить его в любое столетие. Верное прочтение источника при этом по существу сливается с реконструкцией отраженной в нем эпохи. Тоже хороший тезис. Дальше что делается. Исторический очерк открывает последнюю монографию Бориса Александровича Рыбакова, Петра Бориславича. Это является одновременно воссозданием исторической реальности, которая породила, по мнению Бориса Александровича Рыбакова, слово. И историческое осмысление самого слова. За основу берется текст слова, по фрагментам, по этим фрагментам восстанавливается историческая реальность, которая породила этот фрагмент. После чего сравнивается историческая реальность и слово, и Борис Александрович с удивлением приходит к выводу. Ни в какую другую эпоху слово о полку Игореве быть создано не могло. Вот этот порочный круг, логически, он прописан там доскональнейшим образом. Доскональнейшим образом. Сплошь и рядом, к сожалению, мы сталкиваемся именно с такой ситуацией. Правда, здесь есть одно маленькое но. Слово о полку Игореве берется не в чистом виде, так как оно дошло, скажем, в списках, которые сохранились. И в издании 1800 года, а в виде гипотетической реконструкции. Уже в 1971 году Борис Александрович Рыбаков очень осторожно высказал мысль о том, что слово сохранилось в непервоначальном виде. Он тут был не оригинален. Были в свое время, в XIX веке, еще такие догадки высказаны Соболевским, Яковлевым, других исследователей, что там нарушена логика изложений, судя по всему структура слова изменена. Кстати сказать, те тексты, которые даются на школьных учебниках истории литературы, это тексты, которые исправлены вот как раз с учетом этой самой перестановочки. Вообще, я не знаю, кому пришло в голову давать несчастным школьникам текст слова о полку Игореве в качестве единственного примера литературы Древней Руси. Академику Рыбакову оно не было понятно, как и подавляющему большинству всех других исследователей. Шестиклассники у нас запросто его читают, все понимают, и после этого они понимают, что древнерусскую литературу вообще к ней близко подходить нельзя. Потому что это абсолютно непонятная вещь, хотя гениальная, конечно, это вне всякого сомнения. Значит, Борис Александрович пошел дальше. Он предположил, что в привычном для современного читателя тексте отразилось достаточно многочисленные перестановки отдельных фрагментов. И тогда же он предлагает ориентировочную реконструкцию слова о полку Игореве, он ее публикует. Правда, он пишет, у меня рука не поднимается на это гениальное произведение древнерусской литературы, поэтому реконструкцию я даю только по переводу. И дает перевод слова, но уже с переставленными фрагментами. К 1985 году он забыл о том, что рука у него не поднималась, она поднялась, и он опубликовал уже реконструкцию древнерусского текста, указав номера строк, которые он переставляет. Причем он за основу берет текст, разбитый на фрагменты, на строки, наверное, самым последовательным борцом с любыми перестановками в тексте слова о полку Игореве, с Телецким. Он дал ритмические строки, разные длины, но, значит, они позволяли выяснить эту ритмическую структуру слова о полку Игореве. Вот этот вот текст Борис Александрович берет за основу. Он начинает переставлять. Перестановок довольно много, там всего их 14, но, правда, они со временем нарастали. Значит, сразу тут же была опубликована статья Олеги Петровны Жуковской, которая проверила возможность такой реконструкции. Она подтвердила принципиальную возможность реконструкции, при этом она обратила внимание. Это возможно только в том случае, если мы будем исходить из ряда предположений. Первое предположение. Листы не могли быть перепутаны в один прием. Таких последовательных перестановок должно было быть не менее трех. Поскольку Борис Александрович в дальнейшем еще допускает перестановки, значит, количество промежуточных этих самых перестановок увеличивается. То есть, слово очень здорово. Мне повезло, в отличие от всех прочих памятников, из него регулярно выпадали листы, которые вставляли не на то место, иногда переворачивая их на 180 градусов. Второе предположение. Перестановки осуществлялись в списках, имевших различный объем листа. Это нормально. Все-таки формат книг древнерусских действительно мог быть разным. Третье. Один из промежуточных списков слова должен был быть написан на листах бересты разного формата, либо его текст перемежался небольшими миниатюрами. Тоже понятно, потому что иногда такой фрагмент переставляется, иногда целый лист. Не мог один фрагмент просто так выпасть. Все остальное было занято миниатюрами, либо на клочке бересты написали, все это сшили. Формат разный. Кто же ее ровно нарежет, эту бересту. И, наконец, четвертое. Один из переставленных отрывков, это строка 285-295, должен был располагаться на последнем листе тетради, из-за чего на последней странице уместился текст приблизительно на 16% меньше, чем на других страницах. Все. Значит, вроде бы доказано. Подтверждено одним из лучших полиографов Советского Союза. Возможность, принципиальная возможность такой реконструкции. Правда, тут я, как плохой читатель, взялся проверять эту самую возможность реконструкции так, как предлагает Лидия Петровна Жуковская. Ну, во-первых, для того, чтобы были осуществлены все эти перестановки, надо было, чтобы слово о полту Игореве существовало на протяжении длинного времени как отдельная рукопись. И переписывалось как отдельная рукопись. Ни одного случая за всю историю древнерусской книжности мы такого не знаем. Всегда какое-то произведение, оно находится в сборнике. Случай сам по себе невероятный. Переставляемые тексты не могли быть, во всяком случае, орфографически, грамматически, логически, законченными. И тем более совпадать с условным делением на строки, предложенном Стелецким. А тут они совпадают точно. Каждый раз фраза закончена, мысль закончена. Мало того, она попадает еще и между законченными мыслями, ни разу не разрывая его. Поскольку Лидия Петровна исходила из расчета первоначального по количеству знаков на сохранившемся в оригинале списке сборника 1076 года, я тоже взял сборник 1076 года и посчитал. На каждые четыре листа, там приходится в среднем по три переноса слов. С листа на лист, со страницы на страницу. Значит, при объеме рукописи, около 41 листа, а так именно определяет объем слова первоначальной Лидии Петровны, должно было быть не менее 30 переносов слов со страницы на страницу или с листа на лист. При этом, естественно, когда лист выпадает, его ставят не на свое место, да еще и переводят на 180 градусов. Возможность отсутствия таких переносов практически исключена. Это математически незначащая ничего величина. Там при расчете это значит какие-то миллиардные доли процента. Возможность вообще при вот таких вот трех или четырех последовательных переносах. Причем это же надо было, чтобы переносы еще отсутствовали и в тех местах, куда вставлялся этот лист выпавший. Это еще больше уменьшает возможность такую. Дальше. Предполагаемая реконструкция не объясняет реальные разночтения между реальными текстами. Она скорее является следствием расхождения между логикой источника и тем, что мы, то есть читатели конца 20-го, начала 21-го века, называем логикой изложения. То есть Борис Александрович Рыбаков выстраивает это произведение так, каким оно должно было быть с его собственных позиций. Ну то есть точно так же, как Дмитрий Сергеевич Лихачев вставляет одно слово, заменяет одно слово другим по смыслу, Борис Александрович Рыбаков по смыслу чуть-чуть меняет гениальное произведение, чтобы оно стало еще гениальнее. Дальше. Естественно, нельзя отвергать возможности действительно реконструкции и возможности того, что слово претерпевало изменения, что оно переписывалось, что могли выпадать какие-то там фрагменты, вставлять их не на то место и так далее. Это было бы, наверное, глупостью. Но если уж мы даем такие реконструкции, давайте сделаем так, как это делал, скажем, Алексей Александрович Шахматов. То есть текстуально восстановим весь текст на каждом этапе и посмотрим, могло такое быть или не могло быть. Я уже не говорю, что, скажем, вот все эти разговоры о том, что так могло быть, Лидия Петровна Жуковская исключает из рассмотрения один фрагмент, где Борис Александрович Рыбаков меняет местами не страницы и не листы, а строки. Он переставляет местами 255-ю, 256-ю, 256-ю, 7-ю, 8-ю и 9-ю строки. Он их вот так вот переставляет. Как это могло произойти, совершенно непонятно. Третья строка попадает на первое место, первая строка попадает на четвертая, четвертая попадает на вторую. То есть вот это уже текстологически и полиографически объяснить никак нельзя. Значит, слово, сразу договоримся, не лежит в основе реальный текст исследования Бориса Александровича Рыбакова. Дается реконструкция, причем реконструкция достаточно произвольная. Беда вся заключается в том, что это только один из источников, на которые опирается он. Второй опорной точкой являются летописные тексты, которые приписываются Петру Бориславичу. Причем они берутся не в виде цитат из ипатьевской летописи, а это реконструкция текста, который должен был лежать в основе ипатьевской летописи, созданной Петром Бориславичем. При этом в основу положены фрагменты ипатьевской летописи, тексты Василия Никитича Татищева, что само по себе уже не хорошо, которые не находят подтверждения в дошедших до нашего времени летописях, а также часть миниатюр Радзивилловской летописи, восходящая, по мнению Рыбакова, к тем миниатюрам, которые создавал Петр Бориславич, которые потом попали в Радзивилловскую летопись, но часть из них, как он пишет, потеряла свои подписи. Тут, правда, надо оговориться, в Радзивилловской летописи те, кто смотрел эту летопись, знают, миниатюра идет после текста, который она, грубо говоря, иллюстрирует, с которым она связана. Там не подпись, а наоборот, предшествующий текст и потом миниатюра. Это отражено, кстати сказать, во всех изданиях Радзивилловской летописи, так что тут надо было специально оговорить, почему вдруг в данном случае должна была быть подпись. Кстати сказать, это касается и Петра Бориславича, изображение которого красуется на обложке книги Петра Бориславича поиск автора слова о полку Игореве, потому что миниатюра в Радзивилловской летописи, если мы почитаем, там речь идет не о Петре Бориславиче, а о совещании Ярослава Осмомысла со своими боярами, которые уговаривают его не ехать на сражение. То есть Петром Бориславичем там и не пахнет, он там не упоминается. Вот утеряно, да? Возникает вопрос, насколько обоснован выбор текстов, насколько обосновано их вот такое вот сопоставление. Интересно, что все это еще подкрепляется анализом индивидуального почерка автора, так сказать. При этом интересно, что там политические взгляды, светский характер записи, эффект присутствия пишущая, обилие частных деталей, стремление включить в летопись тексты документов и так далее. При этом этот набор не является постоянным, он периодически меняется. У Петра Бориславича периодически менялась то политическая ориентация, то стиль изложения, то степень полноты отображения происходящих событий, то свое местопребывание, изменяются даже диалектные черты авторского языка. То есть человек, который потерпел такие изменения, но весь текст, конечно, написан им. Это при том, что у Петра Бориславича у нас конкретных данных вообще нет. Лингвистический анализ может быть проведен? Проведен. Провел его Франчук. Вот замечательная работа по южно-русскому летописанию. Итоги были настолько вдохновляющими, что в последнем издании Борис Александрович посчитал возможным убрать в рецензируемом исследовании несколько неуверенный тон по поводу авторства Петра Бориславича в отношении киевской летописи 1190 года. Что это за аргументы? Ну, скажем, сходство лексики. Слово о полку Игореве с ипатьевской летописи на всем протяжении 12 века. Согласен, но тут ничего нового нет. Это вывод Шахматова. То есть это ничего не дает. Есть гапаксы. Есть слова, которые встречаются исключительно редко. Скажем, слово шалом. Да, действительно, встречается слово шалом, но оно встречается и в ипатьевской летописи. За пределами, так сказать, слова о полку Игореве есть такое слово и в повести временных лет. Слово комони, тоже очень редкое слово. Слово комони встречается и в слове о полку Игореве, и в ипатьевской летописи. Однако в ипатьевской летописи, как и в повести временных лет, помните, я рассказывал Святославе, когда он сказал, что хочет перенести центр в Переославец на Дунае. Комони жестко связывается с уграми, с венграми. В слове о полку Игореве комони обозначают боевых коней Игоря или половцев. Это прямо пишет Борис Александрович Рыбаков. От комони автор поэма отличает угорских иноходцев. То есть угорские иноходцы, которые в ипатьевской летописи и в повести временных лет называются комони, здесь называются угорскими иноходцами. А боевые кони называются комони. То же самое это слово «русь», которое используется исключительно в значении «русские войны». В слове о полку Игореве соответствует ему другое слово «русичи», которое больше не встречается. Такие детали говорят больше о различиях автора слова и ипатьевской летописи, чем о том, что это один и тот же человек. Надо сказать, что были попытки прочитать лингвистический спектр автора. Вот группа исследователей под руководством Ленина Васильевича Милова просчитала результат. Не может быть отвергнута гипотеза об авторстве слова о полку Игореве, приписываемого Петру Бориславовичу. Полученные нами коэффициенты близости, не доказывая с абсолютной уверенностью этого авторства, вполне допускают возможность такого толкования. Хорошее заключение. Это мне напоминает заключение главного судомедэксперта Костановской области, который, обследовав останки предполагаемого Ивана Сусанина, написал, что нет признаков, которые не позволяли бы отождествлять этот скелет с Иваном Сусанином. Все-таки мужик, два глаза, два уха, две руки и две дырочки в носу. Замечательное заключение. А еще какие вопросы? Скажите, пожалуйста, кто знает произведения, в которых автор называл бы себя в третьем лице, да еще по имени-отчеству? Петр Бориславович называет все время себя Петром Бориславовичем. Два раза. Замечательно, да? Избыточные тексты Татищева. Тут вообще особый разговор. После диссертации Алексея Петровича Столочко вообще трудно говорить об испыточных текстах Татищева как о возможности более-менее какого-то серьезного источника. Есть, конечно, еще более забавные вещи, скажем, Андрей Боголюбский, с которым Петр Бориславович вместе пел в церковном хоре, он его описывает так. Ростом был невелик, волосы чермные, кудрявые, лоб высокий, очи велики и светлые. А вот описание антропологов, которые обследовали останки Андрея Боголюбского. Князь был несколько выше среднего роста, ростом был невелик, имел очень покатый лоб, глубоко посаженные глаза, с явным монгольским разрезом и слегка волнистые волосы. По каждому пункту мы разошлись на сто процентов. То есть либо он его никогда не видел, либо это никакого отношения не имеет к Андрею Боголюбскому, скорее это описание составленное по каким-то миниатюрам. Это довольно хитрая такая штука, но что интересно, даже те тексты, которые используются в качестве вроде бы надежных каких-то вещей, являются в конечном итоге реконструкциями. Например, реконструируется летопись Петра Бориславича. Один только пример. Описание похода 1168 года. Начинается это описание пятью с половиной условными строками. Я еще раз повторяю, Борис Александрович очень честный человек. Пять с половиной условных строк, приблизительно по 45 знаков каждой, заимствован из ипатьевской летописи, при этом очищенными от церковных вставках, сделанных каким-то редактором середины 12 века. Потому что у Бориса Александровича, Петр Бориславич, абсолютно не церковный человек. Поэтому все всякие вот такие... Ну, это другой разговор. Пошел, попел, вернулся, господи. Все пели, и он пел, да. За ним следует половина строки из свода 1475 года. Затем идет еще одна строка из ипатьевской летописи и две строки из трудов Татищева. Завершается описание еще тремя строками из свода 1475 года. Это блестящая реконструкция. Вот доказать такую реконструкцию никаким способом невозможно. Никаким способом невозможно. Таким образом, все то, что пишет Борис Александрович Рыбаков, это реконструкция, которая основывается на целой серии реконструкций, которые исходят из гипотез и догадок. Вот как это не печально, но я еще раз повторяю, порочная практика. Плохо было и просто пересказывать текст летописи, как это делал Сергей Михайлович Соловьев. Порочная практика. Нет, я просто, я же ничего не говорю, что вы придумали. Я думаю, что порочная практика. Порочная практика, к сожалению, и вот такие вот произвольные реконструкции, которые потом дают основания для совершенно произвольных реконструкций конкретных лиц, конкретных событий, тех или других деталей происходящего. Это то, что мы потом берем за основу и рассматриваем как историческую реальность. Единственный ход, по-моему, один только может быть. Это все-таки подойти к тексту источника. Действительно серьезно посмотреть его текстологию и самое главное выяснить ряд вопросов. Я на этом подробно останавливаться не буду, только назову их, поскольку уже об этом неоднократно говорил. Во-первых, надо дать общую характеристику источников, которая включает не только его датировку, установление авторства, установление текста и так далее. Самое главное, зачем этот текст был написан. Иначе мы рискуем какую-нибудь башню принять за описание того, как это было на самом деле. Второй момент. Вся информация источника. Меня поражает, что опять-таки ни в одном исследовании толком об этом ничего не сказано. Распадается на три большие группы. Во-первых, это информация верифицируемая, которая проверяется по двум или нескольким независящим друг от друга источникам. Во-вторых, эта информация уникальная, которая есть только в одном источнике и никак не подтверждается другими источниками. И, наконец, третье — это информация повторяющаяся. Это цитаты, топосы, общие места, реминесценции, аллюзии, слов много всяких, я все равно не знаю, что они значат. Это тексты, которые заимствуются. Или какие-то образы, которые заимствуются. Функции их в исторической реконструкции должны быть разными. Основываться историческая реконструкция может только на верифицируемой информации. Только на верифицируемой информации. Уникальная информация может привлекаться только после того, как она проверена в негативном плане. То есть, что это в принципе такое могло быть. То есть, это проверка при помощи специальных исторических дисциплин, наших общих представлений. То, что мы знаем, скажем, из других источников, что вот такие вот вещи могли и не могли происходить. В принципе, но это негативная информация. Негативная, вернее, характеристика этой информации. То, что проходит такую проверку негативную, мы можем использовать в реконструкциях только при одном условии. Так могло быть. Потому что об этом рассказывает такой-то источник. Но это надо честно сказать. Как мне сказал когда-то один студент, который подал заявление о том, чтобы ему изменили специальность на пятом курсе в советские времена, в 80-е годы. Он заявление министру написал. Тогда были историка английские факультеты. Он попросил, чтобы ему изменили квалификацию. Учитель истории и английского языка. Без обществоведения. Почему? Я говорю, глубоко верующий человек. Я говорю, подожди, ты круглый отличник. Он говорит, да. Я говорю, научный атеизм сдавал? Да. Я говорю, а как же ты сдавал научный атеизм? Он говорит, ну как, меня ж никто не спрашивал о моих убеждениях. Я говорю, классики марксизма и ленинизма считают. Вот если мы честные люди, мы должны говорить. Вот в таком-то источнике есть такая информация. Она, к сожалению, никак не проверяется. Но так могло быть. Что касается повторяющейся информации, она нам дает представление о том, как это все оценивалось, как это характеризовалось, свидетелями, современниками, ближайшими потомками. Но это характеристики. Это характеристики. Выбрасывать их просто так нельзя. Они дают очень ценную информацию. Мало того, вот после всего этого, я думаю, что следует один очень важный вывод. Нам проще влезть в голову к этим людям и понять, как они воспринимали эти события, чем понять, как это было на самом деле. Как это все происходило. Но это уже другая тема, и это уже другая опороченная практика. Спасибо. Спасибо большое. В общем, представление о том, что более-менее какая-то объективная картина знания в кухне возможно. Вдохновляет. Греет душу. Мне тоже. Да, и вдохновляет. На самом деле, мы работаем, как обычно, в решении вопроса мнения, комментарии, то есть здесь все в одном месте. Я думаю, что вопросов, как Илья Николаевич, может быть, достаточно неизвестно. Пожалуйста, конечно. Вы творите свои интересы. У меня вот такой вопрос. Я Николаевич. На чём основывается Ваше, так сказать, убеждение, что та информация, которую... Андрей Валентинович Кузнецович, лично научный сотрудник отдела книговидной Российской социальной библиотеки. На чём основывается Ваше убеждение, что та информация, которая подтверждается, ну и события, да, вот так чтоб попроще, несколькими источниками, она более верная, чем, допустим, рассказ об этом событии, ну и другими деталями, в уникальном источнике. Я не сказал, что она более верная, я сказал, что это верифицируемая, то есть проверяемая информация. Вот в том числе и проверяемая именно с точки земли достоверности. Ну, видите, есть два независимых источника, скажем, Новгородская первая летопись и Ливонская рифмованная хроника. Рассказывают мне о том, что Александр Ярославович пошёл грабить земли эстов, я, пожалуй, так и напишу. А это одновременно сотовые хроники? Нет, они, всё это не одновременно, но Ливонская хроника написана лет на сорок позже, но она автор. А, ну как это повторилось? Нет, 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 текстологически это совершенно точно, что они разные, они написаны совершенно по-разному, с разной целью, на разном основании, на разных языках. То есть они не связаны между собой, почему я говорю, что верифицируемая информация это два независимых двух от друга источника. Может быть, конечно, и уникальный источник нам рассказывает весьма достоверную картину, хотя надо сказать, что их представление о достоверности отличается от нашего, потому что их мало волнует рассказать, как это было на самом деле. Но это не исключено, поэтому я не против того, чтобы мы включали с вами такую информацию, скажем, в историческую реконструкцию, но с оговорками. Я не могу её проверить, я не могу её проверить. Понимаете, в своё время была такая довольно бурная дискуссия между, с одной стороны, Борисом Александровичем Рабаковым и Аполлоом Григорьевичем Кузьминым, а с другой стороны, это была компания, значит, Александр Александрович Зимин, Владимир Борисович Кобрин, Яков Соломонович Лурье, по поводу того, можно или нельзя использовать в исторических построениях информацию источников, происхождение которых не доказано. Вот, скажем, Тищевские, избыточные средства. И тогда все почему-то прибегали к такой странной несколько параллели, говорили о презумпции подлинности источника, Борис Александрович Рабаков так говорил, да? Хотя ему отражали, что это не презумпция подлинности, потому что источник никто не обвиняет, это необвиняемый, это свидетель. Вот, если мы возьмём такую же метафору, то понимаете, свидетельство одного человека в суде, которое мы не можем проверить, оно явно уступает свидетельствам, которые подтверждаются несколькими независимыми свидетелями. Хотя, это может быть вполне достоверно, это надо принимать в отчёт, но не более того. Ответил на ваш вопрос? Ну, скажем так, да, хотя, всё равно, это получается что-то, реконструкция, которая... Конечно, реконструкция. Я же и говорю о том, что мы занимаемся реконструкциями, только у меня единственная просьба, и, так сказать, основной пафос, по-моему, моего выступления, это чуть-чуть повысить градус научности этих реконструкций, иначе мы занимаемся билетристикой. Это тоже классная штука, понимаете, это очень интересно, но это немножечко другое. Это немножечко другое. То есть я могу написать очень красивый, интересный рассказ, но он будет не вполне научный. Второй вопрос, он чисто как бы по хронологии. То, что вы, так сказать, рассказываете, в плане вот потока информации, к источникам какого периода это более применено? Ну, наверное, это трудно применить к источникам, скажем, там 20-го века, когда их избыток уже идёт. Там проблема отбора источников, а не нахождение новых источников. Хотя работает и там, потому что, если мы получаем уникальную информацию, к ней всегда надо относиться очень осторожно. Её всегда надо проверять в негативном плане. То есть вообще могло бы такое в принципе быть или нет? Вот, скажем, Лидия Петровна Жуковская, да, она попыталась понять, возможно ли вообще такое количество перестановок в условии о полку Игореве. И пришла к поводу, в принципе, возможно, но она отбросила некоторые детали, которые не вписывались даже вот в эту возможность. Но она впрочем дружилась? Ну, естественно, естественно. Она очень аккуратная, даже как и Франчук, понимаете. И Франчук тут ничего зазорного нет. Ну, ясное дело, каждый из нас – людь, человек. У нас есть личные пристрастия, антифатии какие-то. Но, в принципе, конечно, это относится к любому периоду, по большому счёту. Да, пожалуйста. Можно ли сказать, что такая трагическая, в общем-то, ситуация даже не с историческими исследованиями, а с источниковедением, она характерна именно для текста «Древние Руси». Это связано с чем? С тем, что их очень мало? Или есть какие-то ещё другие причины? Потому что вот эта вот пагубная привычка реконструировать сам текст, не выстраивать на его основании какие-то настроения, да, а вот сам текст трогать, она, скажем, для западноевропейцев вообще никак. Смотря какой период, да, и смотря какая страна. Да, это точно. Но даже, я бы сказала, специалистам по средневековой Скандинавии, вот у нас в понедельник как раз был доклад, им не приходит в голову переставаться в том очень небольшом количестве письменных текстов, которые сохранились от периода средних веков. Почему так русская история-то бедняга пострадала? Ольга говорит, она не пострадала. Вашу прошу, пожалуйста, в ответ на маленькую реплику, просто в ответ на счёт реконструкции, значит, всё зависит от периода, вот, то есть, какие делались прекрасные реконструкции древнеанглийской поэзии, то есть, это седьмой, восьмой, девятый век, и как там, какие там делали перестановки, и как там выбрасывали, да, из поэмы все христианские куски, и говорили, что это позднейшие вставки. А вот мы будем рассматривать, да, и дальше эти конструкции, но, правда, ну, у нас этим занимались в 19-м веке, да, уже просто в 20-м этого не делали, да, но... Нет, ну почему, в 20-м выбрасывали всю эту церковную риторику из всех произведений? А, англичане! А, англичане! Нет, а у нас занимались в 20-м. Я думаю, что в Англии, ну, это всё где-то в начале 20-го века кончается. Вообще тут интересно было бы посмотреть, да, обязательно. Значит, отвечая на ваш вопрос, Ольга Игоревна, тут дело даже, ну, конечно, это связано с тем, что очень небольшое количество источников. Мы очень ограничены в источниках, именно поэтому, наверное, скажем, российское источниковедение, оно стало одним из ведущих в мире, потому что это был полигон, на котором отрабатывалась такая ювелирная техника работы с текстами, со списками и так далее. Хотя, вот я говорю, что это может приводить к очень тяжелым последствиям, если этим неумеренно пользоваться. То есть, ну вот, и вот такой вот запал перестраивать и, значит, под себя подминать просто эти тексты, ну, наверное, это одна из особенностей, хотя есть параллели. Тут вообще бы интересно посмотреть, скажем, насколько я понимаю, скажем так, средневековое западноевропейское источниковедение, оно начинается с кудруны, да, когда кудруна, который тоже сохраняется в одном списке, начинает исследовать и доказывать подлинность ее, или, значит, более позднее происхождение. То есть, там очень близкие ситуации со словом о полку Игореве. Вот слово о полку Игореве стало таким толчком, очень мощным толчком. Кудруна стала очень мощным толчком. У нас это получило дальнейшее развитие, потому что все-таки источников на порядок меньше, как минимум. Ну, наверное, да. Наверное, да, хотя я думаю, что это может быть отнесено к любому периоду и к любой стране. Все зависит, так сказать, от ловкости рук того, кто занимается такими вещами. Ну, я думаю, что просто продолжит всю эту тему. Еще? Да, спасибо. Ну, я не знаю, дело в том, что у меня есть, на самом деле, такая несколько провокационная, я бы сказала, реплика, которая, возможно, уведет наше обсуждение куда-то далеко. Это хорошо. Да, вот тема, значит, реплик на самом деле две. Значит, первая реплика очень простая. Вот, скорее реплика вопрос, да, не кажется ли вам, что вот то, что вы рассказываете, вот такая вот свобода, да, реконструкция, она в очень большой степени связана, в общем, я прошу прощения с тем, что Рыбаков был академик, и у него не было, ну, скажем так, конкретными условиями, да, я прошу прощения у Советского Союза, да, в котором он жил, да, что в той же самой Англии, где люди занимались реконструкциями, да, критические голоса как бы всегда были, да, и вот, собственно, вот, но у меня... Я прошу прощения, вот у меня реплика будет довольно длинной, то есть она нам пять минут займет, потому что закончится она вопросом. Значит, я описываю ситуацию, которая была в Англии. Значит, Номандское сбывание, 1066 год. Там есть некое достаточно большое количество источников, но проблема в том, что в современных событиях источников их бы нет, либо они, ну, скажем так, очевидно, ангажированы в тот самый случай, когда историю пишут победители. Значит, делались попытки реконструкции, да, того, что происходило. Значит, в конце XIX века англичане в руководитель Эльцова, во имени Эдва Англии создаёт блестящую реконструкцию, то есть вот это вот соперник Рыбакова, да, то есть по степени, ну, скажем так, убедительности, да, и полёта мысли, она как бы прекрасна, хотя там таких, ну, явно передёргиваний, нет, но там, значит, есть, например, такой замечательный момент, что он даёт подробнейшее описание, я думаю, при Гастингсе, но три четверти этого описания построены на источнике, ну, конца XII, да, начало XIII века, автор которого известен в том числе как автор, ну, в общем, высушки-каромат. Да, да, вот он как-то там даёт очень хорошего. Вот, значит, Фримана критиковали очень жёстко, да, о, это восемь лет больших тонов, его очень жёстко критиковали, вот его работа научное сообщество осудило. Дальше всё как бы торжество историко-косметического метода, всё замечательно, сейчас в Англии люди как огня боятся реконструкций, да, и поэтому никуда, кроме, не идут, да, то есть всё сводится к изучению, там, как сказать, формы написания буквы А на какой-то монете такого-то лета, да, у нас в Англии в Англии. При этом, значит, я иду в книжный магазин в прошлом году, в позапрошлом, да, я беру книжки, адресованные студентам и адресованные, ну, скажем так... В широком округу, да? Ну, относительно широком. И все книжки про Назманское завоевание, они все основаны на реконструкциях Фримана. Почему? Не из-за злой воли автора, а из-за того, что больше ничего нет, из-за того, что... Да, конечно, нет. Да, посвящённых абсолютно частным проблемам, да, никто не в состоянии. А сейчас это именно распадается на 300-500 тысяч работ, каждая из которых рассматривает вот такую вот кроху, да? А если человек хочет дать обзор, прочесть лекцию, написать книжку для студентов, то он опирается на того же Фримана, потому что в современной истории кище, они боятся реконструкции, они считают себя выше этого, что вот мы действуем научно. Да, поэтому мы не будем ничего писать, кроме того, что мы на 100%... Он есть человек, да, а в результате студенты получают услугу, ну, как за 19-го века. Как тут быть, да? Что делать? Делать очень просто, я уже сказал, что делать. То есть, бога ради, у нас та же самая ситуация сплошь и рядом. Когда какие-то события у нас расписываются очень здорово, по невероятных совершенно реконструкциям абсолютно никакого отношения к науке не имеющим. Написать, что вот Фриман, он додумал это все, и он описывает это так-то, 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 так-то и так-то. Красивая картинка, она тоже нужна. Понимаете, я, честно говоря, не думаю, что в школе, в школьнику 6-го класса надо давать сугубо научный материал. Он ему не нужен, он его не помнит. Ему надо дать красивые картинки, которые бы запомнились, но при этом обязательно ставить оговорку. Что так могло быть, а могло и не быть. Но это вот, мы же читаем легенды и мифы Древней Греции. Ничего. А вот, кстати, у меня продолжение. Это как раз легенды и мифы Древней Греции. Ничего, это страшно. То есть, когда античники, к сожалению, Сергей Георгиевич ушел, на самом деле, античники имеют дело с текстами, с источниками, которые, по сути, выглядят реконструкцией. Вы знаете, это же самое жизнеписание? Конечно. Жизнеписание Александра Македонского. То есть, человек пишет через 400 лет, там, 500 больше. А после того, как жил, он пишет. Это мы сейчас с вами будем писать про Ивана Грозного, да? Куда он пошел, что он делал. То есть, и прочее описание. Вот эти источники, это же ведь реконструкция, по сути. Да, конечно, реконструкция. Конечно, реконструкция. И здесь надо очень четко понимать, какова история этого текста? Скажем, сейчас вот возникла очень серьезная, как я понимаю, проблема по поводу Марка Пола, да? Судя по всему. Который, оказается... Марка Пола, значит, ничего не писал. Записал тот самый товарищ его по камере, который вообще-то писал популярную литературу. Не исключено, что там были какие-то моменты, действительно, связанные с биографией реального Марка Пола. Но вообще все остальное он позаимствовал где-то. Это более-менее вольное творчество. Но мы-то использовали это как источник. Ну что, значит, надо проводить серьезное текстологическое исследование. Надо проводить серьезную источниковедческую работу. После чего, извините, выбрасывать значительную часть того, что мы брали из Марка Пола для описания, скажем, двора Хана Хубилая. А что делать? А что делать? Да, картинка получится не такая красивая. И фильмы нельзя будет снимать. Фильмы все равно. Нет, но фильмы тоже с нами. Нет, я имею в виду фильмы. Проблема-то, да, она состоит в том, что мы как бы выбрасываем, да, а людям нужно красивую картину. И в результате пропасть, да, между тем, что... Другой вопрос, что если человек претендует на научное построение для своей, я еще раз использую, это нехорошее слово, корпорации, да, это немножечко другое. Тут все-таки, да, уровень должен быть другим. Мы просто говорим сейчас о разных аудиториях, да, и разной целевой направленности. Общая характеристика текста будет разной. Одно я пишу для специалистов, мы обсуждаем какие-то вопросы по научным, да, вопросам. Другое дело, научно-популярные, где излагаются основные выводы научной литературы, да, и третье дело, это билетристика. Я говорю только о научных исследованиях, где хотелось бы поднять градус научности и снизить градус билетристичности, извините. Ответили? Можно сказать, что Фриман вот так вот представлял себе это в XIX веке. А чем это плохо? Может быть так оно и было, а может быть и не так, кто знает. Скажите, пожалуйста, Игорь Николаевич, а возможно ли идеальные исторические... Нет, невозможно. Значит, я еще раз, мне задали вопрос, знаете, недавно открылся новый цикл передач на той самой радиостанции Сити-ФМ, которую я никогда не слышал, но только, Игорь Николаевич, слышал. Мне был задан вопрос с самого начала, какое самое большое заблуждение по истории Древней Руси, так сказать, в широких кругах. Я сказал, что это вопрос, который не вызывает никакого сомнения. Это уверенность в том, что мы сможем узнать, как это было на самом деле. Никогда не узнаем. Никогда не узнаем. Хотя это всегда вот светлая такая цель у нас стоит. Ну, это уже, да, грех гордыни. Игорь Николаевич, а сейчас существуют тексты, которые не являются реконструкцией? Вот вы в основном говорили о произвольной реконструкции по текстам источников. А вот сами по себе тексты источников не являются ли не реконструкцией? Бывают ли среди них нереконструкции? Даже тогда, когда мы говорим, скажем, о тексте, который написан по прямому свидетельству очевидца какого-то события или, скажем, о документе. Понял. Понял. Павел Шапхадьевич, понял. Нет, если мы говорим о свидетельстве очевидца, то речь идет не столько о реконструкции, сколько о его личных впечатлениях. Вот мне бы очень хотелось в своей работе, в частности, добиться того, чтобы у меня исчезла эта иллюзия, что я читаю, а человек мне будет рассказывать, как это было на самом деле. Он все-таки будет мне описывать, как он это воспринимал. Я еще раз повторяю, что... А он принимает все-таки в соответствии с какими-то традициями, в основании каких-то моделей... Павел Шапхадьевич, у него модели, традиции, это сложная вещь, потому что я всегда вспоминаю одну и ту же ситуацию. В 1991 год, 23 августа, я вернулся в деревню из Москвы. И напротив дом такого куркуля, который люто ненавидел Ельцина. И если вы помните, там была такая ситуация, когда Михаил Сергеевич Горбачев издал указ о присвоении Ельцину звания Героя Советского Союза. А Ельцин отказался, сказав, что не надо, настоящие герои стояли около Белого дома. Была такая фраза. Я приехал, этот друг мне говорит, слышал, что твой Ельцин сказал? Пошел к Горбачеву и сказал, ну-ка дай мне Героя Советского Союза. А Горбачев сказал, нет, это не ты герой, а те, кто стояли около Белого дома. Вот, пожалуйста, человек слышал то же самое. Ну, понятное дело, что он не пытался давать мне реконструкцию. Он рассказал то, что он слышал. И то, как он слышал. А мы слышим всегда то, что мы хотим слышать. Андрюш, на самом деле, вы знаете, мы не воспринимаем где-то порядка 85% информации, которая нам передается. А из тех 15%, что есть, мы воспринимаем ту информацию, которая совпадает с нашими взглядами, это где-то 3-4%, а все остальное с обратным знаком. Вот и все. Это законы психологии восприятия. Поэтому мы слышим то, что мы хотим слышать. Даже если мы вроде бы слышим совсем не то, что нам приятно слышать. Ну вот и вас критикуют, вы же не хотели это заменить. Почему? Нет, по какому-то поводу я сказал, что... Нет, ну, скажем, человек там критикует какие-то мои построения. Я говорю, ну, наверное, хуже разбирать. Пусть этот человек напишет сам. Я ничего против не имею. Да. Да, пожалуйста. У меня маленький вопрос. Ну, представляется, товарищи уже. Это Ирина, в частности, во всеобщей истории. А как же вот создать такую атмосферу вот такой вот допустимости критики всех, да? Вот так, чтобы у нас можно было, по крайней мере, проблем от такого вот в нашей истории границы, потому что была запрещена, по сути дела, критика. И не было нормальной атмосферы критической. Нормальной атмосферы не было. Как бы ее... Ирина Юрьевна, вы знаете, эта атмосфера создается только в результате личных каких-то контактов. Я, например, никогда не забуду, у меня есть друг, и очень хороший друг, который является моим принципиальным противником. И он пишет очень жесткие статьи. Я помню, когда, значит, первый раз такая штука произошла, причем я попросил его сам написать статью. Он сказал, можно я напишу вот такую разгромную рецензию на то, что вы написали? Я говорю, конечно, напишите. Потом мне из редакции присылают этот текст, и говорит, мы не хотим его опубликовать, значит, вот тот, а тот. Я говорю, почему? Классный текст. Единственное, что он два раза меня перепутал с фенолом. Мне приятно, конечно. Не зная, как фенолом, мне приятно. Я ему позвонил и говорю, вы знаете, вот классная совершенно штука, единственное, что там надо исправить с носки, потому что там лексика не моя. Это фенол писал, не я. И вдруг последовала такая пауза. Он говорит, я же просил не показывать вам эту статью. Я говорю, как не показывать, я вас просил ее написать. Потом мы с ним встретились буквально дня через три. Вышли, он, значит, стоит и говорит, да, ну я понимаю, что теперь вы меня даже сигаретой не угостите. Я говорю, почему? Угощу и приглашу к себе домой на чай. Мы с ним дружим очень хорошо. Несмотря на то, что у нас абсолютно разные взгляды. У Алексея Александровича Шахматова был очень близкий друг, Василий Михайлович Истрин, который критиковал Шахматова на каждом шагу. Каждую неделю они собирались за чашкой чая, обсуждали проблемы, они были очень близкими друзьями. Это не мешало им вести научные споры. Это нормальная совершенно атмосфера. Не надо это переносить на личности. Понимаете? Точно так же, как наши политические взгляды, извините, когда начинают переносить на личности. Ах, ты вот за этого, а я за этого, все, значит, мы не дружим. Ничего страшного. У каждого свои взгляды, у каждого свои мысли. Каждый имеет на это право. От этого этот человек хуже не стал. Это просто нормальная должна быть атмосфера, которая должна поддерживаться и руководством, и мы должны быть к этому готовы. Это источник движения дальше в том, что ситуация повторяется в других темах. Вот только что было сказано, что Рыбаков начинает писать такие вещи. На мой взгляд, это трагедия Бориса Александровича Рыбакова. Трагедия его. То, что он оказался вне критики. Он потерял реальные границы, которые, в общем-то, ну, у всякого... Понимаете, чтобы это не было смешно даже, то, что он пишет. Как только человек начинает думать, что все то, что он написал, это истина в последней инстанции, все, до свидания, с наукой покончили. С наукой покончили. Спасибо. Ольга Вердина-Бессмертная. Ольга Вессмертная, Ольга Вердина. Игорь Николаевич, раз я уже тут оказалась, я же не могу... Естественно, я понимаю. С удовольствием. Слушайте, у меня два соображения. Первое, я хочу заострить начало и конец вашего усилия. Что все-таки является предметом для исторического исследования? Или объектом? Предметом. То есть у нас еще остается задача описать, как это было на самом деле. У нас еще... Вообще, как бы мозги так повернуты, чтобы делать наши исследования, помещать их в план научности. Это первое. И второе, неужели все-таки связать описанную Иване ситуацию в советской историографии с какими-то более широкими вещами, даже и не только с критикой, и не только с нехваткой источников, но с некоторыми течениями, в которых направлениями, может быть, самыми широкими, которые помещены контекстами историографическими, и ментальными, и идеологическими, и в которых помещены соответствующие исследователи. Может быть, дело в том, что в Советском Союзе все-таки очень сильно законсервировались в подходе XIX века, и не только в смысле историографии. И представление о том, что... Да и не только у нас. Ведь представление о том, что люди прошлого могут быть иными, и такими, как мы, иначе мыслить, оно возникло совсем не сразу, а то, к чему вы призываете, собственно, исходит из этой презумпции, что они могут иначе строить тексты, и то, что там, где мы руководствуемся нашим здравым смыслом, нельзя и вот так применять прямолинейных источникам, с которыми мы работаем. Соответственно, я говорю о сохранении такой даже не «не», а просто позитивистой традиции. Оставаться все те же тексты, потому что то, что произошло в XX веке, ясно нам дает понять, что мы имеем дело, как это Юрий Михайлович Лотман написал замечательную фразу, историки обречены иметь дело с текстами. Да. Нет, ведь у вас в качестве предмета было человеческого общества. Нет, 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 объекта, 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 объекта. Поэтому мне бы хотелось, чтобы это стало предметом, чтобы мы эту реконструкцию рассматривали как одну из задач, сторону вот этих самых источников. И в связи с этим сразу ответ на второй вопрос. Позитивистская традиция. Она себя не исчерпала. Я думаю, что наоборот, позитивистская традиция сейчас могла бы получить второе дыхание, опираясь на то, до чего дошла мировая историография в XX веке. Потому что мы можем выстраивать совершенно другой историографический нарратив, даже событийный. Потому что становится ясно, что так, что не так. Мы можем уточнить целый ряд моментов. Это будет чуть-чуть другая позитивистская традиция на новом качестве, на новом уровне. Я бы сказал так. Ответил на ваш вопрос? А можно там в дополнение к вопросу Ольги Юрьевны? Она спросила про предмет, а я хотела спросить про обмор. Можно ли надеяться, что этот... Да не то, что надеяться, но так чуть-чуть надеяться, что этот пункт исчезнет когда-нибудь из... Я понимаю, Ольга Юрьевна, я понял. Я понял, больной вопрос. Дело в том, что если говорить о том, что объектом исследования является текст, то это тогда мы сразу перескакиваем в раздел. Источниками единения... Нет, это не текст, а именно источник. А как вот эти две... Именно источник, потому что текст — это только часть источника. Источники, да? Текст — объект. Нет, объект. Объекта может быть только исторический источник, а текст — это одна из сторон этого источника. Только ваше определение объекта исследования как источника текстов и раздел источник исследования теперь это будет одно и то же? Нет, 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 нет. Я постарался это... Я же был в той же самой ситуации, Ольга Юрьевна. Мы же все были в такой ситуации. Побывали, все нормально. Я написал, что объектом моего исследования является... Комплекс... Нет. Да, комплекс источников, который сохранил. Текст повести временных лет. При этом количество источников, источниковая база у меня было значительно шире, потому что это были не только летописи, которые сохранили текст повести временных лет, но также масса источников, которые я привлекал для того, чтобы понять текст повести временных лет. Ни один источник, это мое глубочайшее убеждение, не может быть понят сам из себя. Ни один. Как только мы взяли в руки источник, мы вынуждены читать огромное количество текстов, которые его окружают, в которых он сидит. Без этого мы его не понимаем. Я всегда привожу один и тот же пример. Вы уж извините. Насчет стикера перед выборами в мэрию. В метро. Мэрия бессмертная. Все. Понимаете, ничего плохого человек не сказал о мэрии. К суду его привлечь нельзя. А я беру и как традиционный, вот с позиции традиционной позитивистской, так сказать, парадигмы, извините за выражение, да, я беру и пишу трактат о верованиях москвичей на рубеже 20-21 века. Игорь Николаевич, я вполне понимаю, только Игорь, потому что у меня тоже вопрос, я думаю, что у нас всех как бы стоит. Дело в том, что, а как по-другому можно вообще заниматься историей, если не на источников? То есть, так или иначе, все мы работаем на источников, да? Борис Станиславович, и все пишут, 80% пишут, объектом моего исследования является древнерусское общество 11-12 веков. То есть, пошли, выкопали и посмотрели. Нет, ну, это очевидно, что я за счастье. А это предмет? Ну, конечно, это предмет. Если вы возьмете учебники по философии, то есть просто позиция, когда там четко объясняется, когда объекты предмет исследования совпадают? Ну, есть, да, там есть целый ряд сложных вопросов, я смотрел литературу и философскую современную по объектам исследования, да, потому что есть науковедение, там есть масса всяких таких нехороших вещей, это очень туманное для меня дело, я пытался разобраться в этих джунглях, это очень сложная штука, но приходится иногда. Но, во всяком случае, различаются объекты изучения, предметы изучения. Есть близкие, близкие, но не аналогичные вещи в физике, в химии, в биологии, потому что, ну, они тоже не все могут наблюдать непосредственно. Но там отсутствует, правда, сознательная часть вот этого самого передачи информации, в чем фокус, по-моему. Спасибо, пожалуйста, еще там, да, вопросы? Марина Павловна, у вас вопрос? Нет, это просто уже караул устал, а всех загрузили по самому отравлению. Можно у меня еще когда-то? А мы доберемся когда-нибудь до предмета? Даже с объектом стопового проблем. Нет, а предметов навалом, навалом, конечно. Потому что если заниматься объектом, не в виду источники по-серьезному, можно заниматься этим всю жизнь. Павел Шавкач, ну, во-первых, есть такая штука, знаете, у Маркса есть замечательные критерии уровня развития производительных сил. Знаете, что является у него уровнем, как-то, критерием уровня развития производительных сил? Степень разделения труда. Степень разделения труда. Я не могу изучать, скажем, весь материал археологический так, как изучают его археологи. Но я могу читать литературу по археологии и выбирать ту информацию, которая меня интересует и которая мне нужна. Вот, скажем, Валентин Лавренчьянин, когда он писал очерки «Комплекс новоисточниковедения» как блестящий археолог и хороший историк, он не понял. Он пишет, изучив монету, археолог, нумизмат передает ее историку. Ну, никогда я не видел монет в исторических исследованиях. Он ее изучил, информацию из нее вытащил, и потом он эту информацию использует уже в историческом построении. Если бы он мне эту информацию передал, я бы мог работать с ней. Если бы мне даст монету, ну что, ну на зуб попробую. Все, больше у меня ни на что не хватит. Спасибо за операцию. Да, конечно, конечно, конечно. Сторона, свойства, качества объекта, который изучается с определенной целью. Сторона, свойства, качества, отношения. А что у нас является изучением общества? То есть, вот там у нас было определение изучения общества. Это у нас что было? Это объект. Объект. Значит, я сейчас точно процитирую, чтобы меня не... Объектом исторического исследования выступает общество в прошлом. А предмет, она не пишет, выступает, она говорит, предмет исследования, это те свойства, стороны объекта, которые подлежат изучению. И дальше она пишет, предметом может быть. Класс. Вот это меня устраивает. Дали определение, после этого сказали, что попадает под это определение. Я спрашиваю, что такое дерево, мне говорят, деревья бывают разные, елки, осины, березы. Я говорю, а дерево что такое? Ну как же, ну еще могут быть дубы, клены. Ну не пойдет это. Мне нужно определение. То, что от меня потребовала Ольга Игоревна. Андрей, я не имела в виду вопрос, как было на самом деле. То есть я имела в виду вопрос о том, чем мы все-таки занимаемся. Я потому сказала, что я хочу связать начало и конец. Я не знаю, как это на самом деле должно называться предметом, объектом. Но это не так важно. Это не так важно. Но все-таки, чем мы все-таки занимаемся? Есть ли у нас задача еще восстановить, как это было? Вот вы уже ответили, что мы хотели бы восстановить позитивистику. Но поскольку обсуждение продолжилось про объекты и предметы, то я хотела бы это уточнить. Понял. Ольга Игоревна, есть. Есть, потому что сейчас становится понятным, что далеко не все то научное фактическое знание, как вы называли. Я стараюсь избегать вообще таких вещей. Что оно действительно реально. Что оно хоть как-то соответствует действительности. И у нас задача все-таки достигнет правильного знания. Нет, мы его никогда не достигнем, но будем всегда приближаться. Мы будем уточнять его. Потому что от этого будет зависеть второй пояс понимания. Если я начинаю понимать то, что неправильно выстроено, я неправильно пойму. У нас, кстати сказать, об этом пойдет разговор и вот на круглом столе, который будет через неделю обязательно. То есть мы прямо вот подходим к нему. Потому что это очень сложный вопрос. Андрей, Андрей Сыркин, субси общей историей РАНУ. Спасибо большое за доклад. У меня есть комментарии из 20 века. Просто чтобы вся авиатория понимала, что такие проблемы могут рассматриваться не только в контексте общества, крайне слабо фундированного. Истечниковедческие, да еще с определенными идейными, конечно, цирками за Истереограде. Менее всего хочу участвовать в таком антисоветском хоре. Но скажу. Не занимайся, скорее, до 20 века. Две день назад был на докладе, посвященном Бреско-Криву. Менского историка. И вот доклад был настоящий мастичниковедческий. И тогда я окончательно проверил то, что как раз задача РАНУ стоит над историками все равно и всегда. Пусть она будет называться неопозитивизмом. Даже в отношении событий, казалось бы, не так далеко от настоящих. Хотя, разумеется, гранты сейчас дают скорее под историю восприятия и образов. Но вот именно задача просто реконструкции в новом смысле этого понимания, она стоит. Так вот, все, что мы думаем про Бреско-Криву, все неправда практически. Просто на основании очень громкого стихоеческого... Я боюсь слова миф, опять же. Но действительно, это так. Очень много неправды. И именно доказывается это не разбором идейных ориентаций и так далее, а просто очень точным, часто даже по чертовеческим анализам, довольно-таки ограничен, у круга источник, который остался у нас от обороны Бреско-Крепости. Бреско-Крепость это было для неделистов вообще вчера. Даже для меня это было вчера, я занимался 18 веком. Вот, казалось бы, журналистиками, 1941 год. Оказалось, еще есть место для точного чертовеческого анализа, которым историки 20-го века часто, разумеется, пренебрегают, потому что у них действительно надо считать отбор источников. Но даже тут... Андрей, а вот у нас же был доклад Никифорова и Юлия, касающегося плана превентивной войны или плана Жукова. То есть в этой конфликции. Этот доклад он сказал, что там место для нормального изучения качества анализа не просто есть, а что он просто необходим. Вот, и только на основе этого можно ждать какие-то аргументированные ответы. А ты думаешь, что эта задача все равно, она будет всегда стоять, потому что можно просто сейчас сесть и прямо подряд начинать, да? Начинает там Катынь, Нюрнберг. Это же тоже, пожалуйста, подойдем сейчас, спросим у Лебедевой, да? Наталья Сергеевна, она нам все расскажет, потому что там источниковические проблемы стоят. Там стоит очень острая проблема, как это было. Парк Молотова, Риббентроп. Почему там? Вопросы с Прибалтикой, вопросы с Западной Украиной. Это все вопросы, которые нуждаются в очень тщательном источниковическом исследовании и очень тщательной реконструкции научной. После чего только и можно вести спор. А споры очень часто ведутся с идеологических позиций, пренебрегая этой реконструкции. Каждый предлагает свою реконструкцию. Насколько она качественная, другой вопрос. Свой отбор источника, свой отбор информации, конечно. Пожалуйста, еще какие-то вопросы, мнения, позиции с Финслава Крымой. С Финслава Крымой, Чемлинец. Да, может это очевидная вещь, может это стоит об этом прямо поговорить, что насколько все-таки вот это те реконструкции в связи с социального заказа, политического заказа, если говорить о включении древних русей, потому что там ведь иногда, насколько я не очень хорошо знаю, но какие-то вещи знаю, там ведь это приводил даже не только к каким реконструкциям, а иногда даже к прямым подлогам, там была история по поводу того, что открытие якобы что-то из Бергена поморами. Ну это известно, да, да, да. Это известно вещи, конечно, одна страна. И другая сторона, насколько можно говорить, что это все-таки было связано с тем, что в советское время у нас в значительной мере до сих пор специалисты по отечественной истории, специалисты по всеобщей истории, они существуют все-таки в значительной мере в отдельных анклавах, каждый в своем. Не ведет ли это вот к отчасти каким-то методологическим? Ведет, не всякого сомнения ведет, поэтому одна из таких базовых линий, в частности в историческом образовании, по-моему, современном, да, это отказ от такого жесткого деления на историю России и всеобщей истории. Что касается социального заказа, ну самый яркий пример, я вот только вчера это студентам все показывал и рассказывал, еще в 20-х годах было установлено, что знаменитый текст о полете нерехтеца Ивана Крикутнова на воздушном шаре, это подлог, сделанный Сулакадзовым. Все, были опубликованы статьи, в 52-м году вышла марка, посвященная первому полету чека на воздушном шаре. Пожалуйста, чекать мы хотели на все эти самые источниковические работы, есть гораздо более серьезные задачи, но этим занимались не историки. Этим занимались не историки. Это все-таки, так сказать, то, что относится к политике, то, что относится к пропаганде, то есть это немножко другая штука. Говоря о том, что пропаганда это манипуляция общественным сознанием при помощи образов и символов. Вот как только мы начинаем заниматься манипуляцией общественным сознанием при помощи образов и символов, мы начинаем заниматься пропагандой. Тогда уже о науке давайте забывать. Мы будем рассказывать, как это должно было быть на самом деле. А не как это было на самом деле. уже выкипели который субъективен изначально потому как это наше восприятие это наша реконструкция тоже субъективно о том что в новой истории другие проблемы вот у нас такой проблемы нету но тем не менее все равно наши реконструкции это первый момент а второй момент я хотел бы все таки уточнить тут есть представители более молодого поколения просто по определению академик при советской власти печатал свои монографии в науке без рекомендации ученого совета без обсуждения и без отзыва нет отзыва все-таки были вы знаете вот на втором издании нет киевская русь и русские княжества 12-13 веков у бориса александровича рыбакова я обратил внимание даже в издательстве наука какие замечательные у них были опечатки в аннотациях знаете вот бриллиантов там написано да и написано исследование выдающегося ученого бориса александровича рыбакова не основывается на большом количестве источников так что рецензии были причем тут же надо это все так но я просто я просто в связи с репликой марина павловна когда она сказала что у нас таких проблем нет я сразу вспомнил старый анекдот знаете когда идет международный конгресс врачей выходит англичанин это значит у нас такие проблемы приходят к нам больную ставим ему диагноз стопроцентный анализы анамнез все классно вот внешняя картина начинаем лечить через полгода умирает на вскрытие совершенно другое заболевание француз горит у нас такая же проблема диагностика ставим один диагноз а потом человек у нас умирает от другого заболевания коленская то у нас так немец где-то у нас так советский врач выходит господа у нас этого безобразия нет но чего лечим от того у нас умера так что у вас нет вы от того и умирать потому что по новой истории хотя казалось недавно и все просто сейчас непосредственно статью об этом о очень хорошо известном событии во всех учебниках школьных венесуэла колумбии всегда присутствует это первая попытка освободительной экспедиции франциско демиранда который пытался свергнуть власть спании в венесуэле и хотел как полярик потом вот когда изыска чтобы разгорелся пламя маленьких экспедиций с которым должен был костер революции да очень похожая вещь которая закончилась неудачи и очень хорошо известная тема причем я понимаю если бы только миниссуэльцами тогда были бы вопросы как сарбаков это миниссуэльца своего национального героя там превозносят или колумбийцы или там аргентинцы да кто-то еще прекрасно изучены темы в Соединенных Штатах Америки и Великобритании потому что материал источниковый во многом анносаксонский потому что экспедиция создавалась в Нью-Йорке и я задал себе вопрос кто кто в этой экспедиции был завербован кто участник а участники оказались на сто процентов практически американцы просто жители Нью-Йорка которых завербовали то есть они не идейные были они не идейные их завербовали о чем я написал никто ни один историк не написал ни один что их завербовали за деньги но самое трогательное что ни один не вот опять же не в Англии ни в США это очень хорошая работа не в Латинской Америке никто не написал что и обманули не заплатили за митинг при том что и хуже намного хуже при том что почему я располагаюсь источником который пытаюсь сравнивать с материалом естественного дела который был опубликован чуть раньше и поэтому авторы текстов мемуарных могли опираться на него я пытаюсь примерно подобную работу выполнять по материалу 1806 года дело в том что протестанты грамотные народ простой совсем но грамотный и поэтому они многими писать вот очень таким простым языком я сейчас пытаюсь утрек строить картину этой экспедиции по очеркам тем которых осталось даже не один и два штук шесть-семь очерков рядовых участников этой экспедиции я понимаю что из них что один знаменитый историк американский прочел только очерки офицеров а солдат не читал это книжка девяносто чертого года казалось бы сейчас наоборот истории снизу вверх он ссылается на очерки офицеров видимо думают что они знают больше потому что они знали больше им сказали за что вы будете воевать а солдат им сказали вот а есть авторы в 29-м году замечательная книга Амиранди лучшей биограмме до сих пор кстати американская медицинского автора она очень и там автор читал но он пишет не про то что во-первых состав спицы каким был а во-вторых что и всех обманули говорят они будут участвовать в охране почтовых конвоя но вот это да вот вот им сказали что он новый орлеан поэтому он поплыть поэтому мы от Нью-Йорка плывем в новый орлеан а потом их раз они оказываются об этом никто не написал казалось бы вот новая история казалось бы там не было советского союза казалось бы разные историографии то есть нету тут какой-то предвзятости к национальным героям то есть политического заказа нету но то значит есть люди все-таки ну как бы свой заказ какой-то ну есть внутренние установки какие-то да как минимум четыре национальные историографии все вот на это не обратили внимание только наше на счет внутренних установок это абсолютно точно потому что вот я скончаю как раз статью должен Елене Александровне Мельниковой отослать один простой вопрос кто вот сколько сил было положено на то чтобы доказать что Рюрик то он скандинавт то он просто он там еще славянин но невероятно совершенно мифическая фигура и это при том что никто не обращает внимание что у нас не было ни одного практически князя славянина в домонгольский откуда же они взялись а это другой вопрос спасибо спасибо это очень хорошо это класс вот это вот нужная штука но правильно тоже на днк подали и все нет это интересно спасибо большое потому что так вот просчитываешь вообще не было никого так спасибо еще пожалуйста ольга ольги ольги вопросы какие-то мнения спасибо спасибо я так и думал что дело закончится и на тем вопросом который мы должны решать каждый день становить это реальность или нереальность каждый выбирает по себе каждый решает для себя сам на самом деле я очень рада видите вот эти темы они собирают вообще людей я могу рассказать о своей порочной практике это не проблема